Смотрите, вот здесь у нас в этом костя кофе, вот где молодежь эта вся. Я подвожу Владимира все равно на работу и сейчас она пошла за кофейком, за кофейком. Если честно, сегодня у меня по плану, по плану, но, ребята, открылся бассейн, который я думал, что уже закрылся недалеко от нас. И он очень удобный, комфортный, близкий. И вот скажу, как есть. Бассейн для меня вот намного больше. Аж камера заволновалась и упала. Так вот, бассейн для меня намного больше значит и намного больше мне дает. Вот эта вся командная игра, это, конечно, хорошо, это прикольное знакомство, нетворкинг. Но я чувствую себя порой как долбоёб. Вот, иметь пересаживание в неудобную коляску со старта, когда не под тебя это всё. То есть в командной игре лично в моём кейсе я могу повестись только на атрибутику. Типа, знаешь, как покупаешь себе асиксы крутые, такой, блядь, хочется бегать. И вот та же фигня. А когда приходишь в командную игру с инвалидностью, естественно, что атрибутика, ну, помимо там спортивной формы, самое главное, это коляска. Ну, вот касаемо, там, не знаю, баскета, регби. И когда тебя садят в какую-то, короче, штуку, которая не нью, которая нет, so comfortable для твоего прекрасного тельца, плюс ещё половину ты не понимаешь, ты такой, нахуй мне это надо, у меня есть отличный, блин, байк. Буду ездить на байке лучше. Вот, под меня сделаны. И всё. И поэтому мотивация пропадает. Ребята, вот она. Пожалуйста. Оп. Оп. Тсену Владимировну, заходите, пожалуйста. Упс, упс, я не знаю, что. Что помочь? Не знаю, ничего. Помощь нужна какая-нибудь? Нет. Я всегда у женщины спрашиваю, помощь нужна? Я не. Что не делаешь? А что женщины тебе отвечают? Обычно отвечают, у тебя есть девушка. Вряд ли. Да, обычно так. А помощь заключается в чём, интересно? Это без разницы, женщине, что не предложи, она сразу. А, у тебя есть девушка, извини, дружок, нет. Флит-лайт, ваш, пожалуйста. На растлинном млеке. Флит-лайт с Коста-Кофе, на растлинном млеке. Нормально. И донат с пистачковым наденьем. Покажи, как выглядит. О, бля, вот это классно. Флит-лайт с пистачковым. Господа. Пожалуйста, вот цифрочка. Давайте. Микро. Бля, ну оно посыпется, я не понял, зачем давать такие дома? А, возьми вот. Здоровая хуйня снизу, чтобы была. Пожалуйста. Значит, смысл. Просыпется. Ну вот, растлинное млеко овсяное спасает всегда. Потому что я в Коста-Кофе два раза ошибалась и брала американо. И это просто была такая черная жижа, горькая, вонючая, что я два глотка делала и отдавала им обратно. Прям в кафе отдавала. Нет, просто не допивала, оставляла и уходила. И стоит эта жижа 12 злотых? Угу. Еще в Коста-Кофе очень странно, что они все время на какой-то сумете. Обслуживающий персонал. Да. Коста-Кофе, который у нас там на районе в Прага-Полночь, в торговом центре, там раз, два, три, четыре, пять, пять бариста одновременно. Ну, у них там много групповая машина. И они пытаются одновременно что-то делать, чтобы было быстрее. Но в итоге они друг другу мешают и получается еще медленнее. Угу. Кажется. Там просто как-то все очень суетно. И тут тоже сейчас. Два человека было, но они все равно суетились. Чубиха перебутала, налила коровье молоко. И этот ей говорит, не-не-не, это же но быть овсяное. Она вылила. В общем, очень странно все там. Как там. Угу. Угу. Бля. Вот, ребята, не попадайте в аварь. Ну пиздец, мне кажется, в это никто не выжил. Обратить внимание на дизайн новых пыжей. Бл***ь, красота же. Много другое. Много другое. Они меня напрягают. Стоим тут, поворачиваем уже. Урезая скоб. Пока я до района доеду, то нужно уже постричься, например. И тут есть еще такой прикол, когда ты не стоишь в пробке, а справа обгоняешь и встраиваешься. А тут прям пушка маршавская. А это старые трамвайные переходы. Смотрите, как смарт стал. И сразу на районе пацана возле магазина словил. Пойдем. Куда пойдем, Гриша? Расскажи. Расскажи моим подписчикам, куда мы сейчас идем. Скажу тебе центр Варшавы. Проведешь какую-то экскурсию небольшую. Кофейную экскурсию. Ну давай. Ну давай, пупс-пупс. Делаем костей. Пупс-пупс, кофейную экскурсию. Да, вот так вот пенскачи двигаются. Смотри, как по Варшаве. Это прогулка называется. Погулка по улице какой? Это район Солиц. Это Солиц. Не поли улицу. Не поли улицу. Приезжают уже субъекты. Так, так, так. Это не инклюзивная. Нет, так это улица Добра. Я знаю такую. Добра. Так, короче, мы находимся в кофе-деске. Сегодня мы будем покупать аэропресс. И вот этот кемикс. И весы, по-моему. Вот эту штуку аэропресс и весы. Что-то я весов не вижу, чувак. Они раньше... А, нет, вон они. Вон большие. Бывает, может, ускоро 300, что ли. О. Ну, короче, выбираем. Ну, кофе-деск, посмотрите, продает всякое такое. Фурланда, Панама, Кения, Эфиопия. Вон, смотри, вот такие мы должны быть. Это даже и поменьше еще пачечка вот эта, да? Это она не цена, смотри. Это 200. Сколько грамм там? 250. Ну, вот, 250 грамм. Просто сама пачка такая поменьше. Да, но она аккуратная. Ладно, будем выбирать, ребята. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дубровскому! Мы субтитры Алексею Дубровскому! Академия Синий!